Я не хотел писать ни слова о смерти российского актера Алексея Баталова, не потому что не стремился ровнять его вклад в кинематограф с отвратительной политической позицией и словами в поддержку аннексии Крыма, а просто в память о собственном детстве. Я понимал, что смерть Баталова вновь разделит российское и украинское общество, что украинцы будут вспоминать о лживых словах, которыми актер испортил и свой некролог, и свою биографию. А россияне будут воспринимать эти баталовские слова в поддержку режима и его действий в качестве естественной кульминации всего творческого пути любимого артиста. Ну что еще мог сказать народный артист Советского Союза, герой социалистического труда, лауреат государственных премий? Вот что Алексей Баталов сказал о присоединении Крыма. Я человек грубый, могу сказать, мне совершенно наплевать на то, как на нас будут смотреть в мире. Главное, что это абсолютно разумно, потому что сроду так и было. Раньше в нашей стране это был праздник, ехать на море в Крым. Для молодежи это был лучший летний отдых. Так что все это прекрасно и замечательно. Это очень нужный кусочек родной земли, драгоценно нужный. Всегда, как только отпуск или что, мы всегда на море ездили туда. Сейчас мне уже много лет, так что не знаю, поеду ли я на этот раз, но замечательно, что у нас снова есть Крым. Я не говорю про всякие военные интересы, это другое. Я просто говорю о людях. И спасибо за это одному человеку, которому мы обязаны этим. Он абсолютный молодец. И главное, что это правда, потому что люди-то там все равно всегда были наши. Я всеми руками тоже хлопаю и машу, и кричу. Это замечательно. Вот так Алексей Баталов не говорил о людях. Он лишь радовался, что получил новое место для отдыха у моря. Так просто рассуждают российские имперцы. Прихватили кусочек земли, есть куда отдыхать. Ну и славненько, ну и замечательно. Похлопаем в ладоши. Иногда, в особенности перед лицом смерти, лучше молчать, чем говорить. Но российские либералы разучились молчать. Они все время говорят без остановки, как заведенные, оправдываясь то перед украинцами, то перед россиянами, не зная, какую позицию им занять, пытаясь и не солгать, и не сказать всей правды. Обидной правды, конечно. Я понимаю. Именно поэтому мне приходится писать эти строки. Они не о Баталове, а о великом норвежском писателе Кнути Гамсуне. В 83 года этот гений поддержал гитлеровскую оккупацию своей родины. Ничего страшнее в истории норвежского народа просто не было. Когда кончилась война, Гамсуна отправили в психушку. Норвежцам очень хотелось думать, что он сошел с ума. Но ужас в том, что он был совершенно нормален. Именем Гамсуна в Норвегии не называют ни школы, ни улицы. Нет посвященных ему музеев. Его юбилеи празднуют скрипя сердцем. И это при том, что нет на свете норвежца, сердце которого не замирало бы при чтении этих прекрасных и грустных книг. Разве Гамсон был единственным коллаборационистом? Конечно, нет. Но он был великим норвежским коллаборационистом. Он был солью своей норвежской земли. Ответственность таланта во много раз выше, чем ответственность услужливой посредственности. Не имеет никакого значения то, что говорит Аксенов или Поклонская. Имеет огромное значение то, что аннексию Крыма поддержали Баталов, Лановой, Табаков, Ливанов, Газманов, Лещенко и все остальные известные и популярные люди. Поступок Поклонской – выбор корыто. Поступок Баталова – предательство собственного таланта, призванного быть гуманистическим инструментом очищения человеческой души. А очищение человеческой души не может быть оправданием войны, смерти и лжи. Тем более таким циничным образом. Такое не прощается ни на этом свете, ни на том. Проблема русской интеллигенции в том, что она не видит собственного будущего. Хотя все уже было. Улица Горького потому и называется опять Тверской. Что великий писатель предал свое творчество. Стал певцом ГУЛАГа и инструментом ОГПУ. И даже в годы полуправды 90-х ему не смогли простить этой нравственной деградации. С теми, кто дал себя использовать или с готовностью пошел служить режиму, в самые черные для России годы произойдет то же самое. И вот много ли вспомнят о каком-нибудь Федоре Бондарчуке или о Захаре Прилепине? Разве не забывают о таких людях еще до того, как они старятся? А вот об Аталове вспомнят? О Табакове вспомнят? Вспомнят, как только рухнет режим, который украл Крым, устроил войну на Донбассе, лишил жизни и крова тысячи людей. Вспомнят потому, что именно эти и многие другие уважаемые ранее своими соотечественниками, а также украинцами люди, должны были спасать честь своего народа, честь России. Но что они выбрали? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!